В этом выпуске мы расскажем вам историю человека, который купил картину за 2 доллара, но как оказалось, ее реальная стоимость была намного выше. Также мы расскажем вам о самых абсурдных вещах с eBay, на которые люди потратили целое состояние. Присаживайтесь поудобнее и погнали! Antiques Roadshow Это популярное телешоу в США, однако оно зародилось в Великобритании в 1979 году. Шоураннеры вдохновлялись документальными фильмами и сериалами о различных оценщиках и антикварах, на основе которых было и запущено Antiques Roadshow. После того, как это шоу стало популярным в Великобритании, его начали показывать также и в США. Формат телешоу заключается в том, что гости приносят в студию различные предметы, которые, как они считают, могут быть антикварными или же просто ценными вещами. Телезрители любят это шоу, поскольку в некоторых выпусках люди приносят в студию, казалось бы, настоящие сокровища, которые, как оказывается, не стоят ровным счетом ничего. Но иногда бывает и так, что участники программы приносят в студию хлам, который антиквары признают настоящим кладом, стоящим состоянием, что шокирует как участников, так и телезрителей. Одним из экспертов на телешоу является Дэвид Вайс, его профессиональная сфера – европейское искусство. Он принимает участие в программе уже на протяжении 30 лет. Дэвид специализируется на европейских скульптурах, картинах, рисунках и восточных коврах 19-20 веков. Как и другие оценщики на шоу, Дэвид работает на добровольных началах. Его основным источником дохода является его работа в аукционном доме, где он занимает должность старшего вице-президента, который он получил за счет своего всестороннего опыта. Когда он не работает на шоу или в аукционном доме, он преподает уроки, произведения искусства в Дрексельском университете, но помимо всего прочего, однажды Дэвид изменил жизнь одного мальчика, который пришел на передачу – Antiques Roadshow. Этот мальчик оказался обычным, самым юным гостем передачи. Когда он узнал о том, что его могут показать по телевизору, то начал упрашивать родителей отвезти его на шоу. Он надеялся, что стоимость картины, которую он купил всего за 2 доллара, будет оценена в 100 или 150 баксов. В результате парню удалось уговорить своих родителей, они все вместе проделали длинный путь, чтобы оказаться на Antiques Roadshow. Когда Дэвид сел к мальчику и начал с ним разговаривать, он удивился, узнав, что та картина была не единственным ценным предметом парня. На самом деле мальчик коллекционировал различные предметы гораздо дольше, чем Дэвид мог себе представить. Дэвид расспросил мальчика о любимых предметах, которые ему нравилось коллекционировать. Мальчик ответил, что он любит коллекционировать стекло, картины и серебро. Дэвид удивился, что у столь юного участника программы были такие обширные познания в области искусства. Позже Дэвид рассказал, что мальчик отвечал на его вопросы так уверенно, словно он был настоящим экспертом и опытным коллекционером. Его также спросили, какой у него любимый предмет в коллекции, на что был получен ответ – большой серебряный поднос. Дэвид также узнал, что мальчик приобретает коллекционные предметы на различных распродажах и так называемых мусорных аукционах, где продаются бэушные товары. Более того, в отличие от большинства детей, которые любят оставлять себе всякие хламы и побрякушки, тот мальчик часто продавал приобретенные коллекционные вещи через интернет. Дэвид рассказывал, что этот парнишка стал самым запоминающимся и ярким гостем программы за все время, сколько оценщик принимает в ней участие. Когда Дэвид спросил мальчика о том, сколько денег он выручил с продажи того самого серебряного подноса, он был просто поражен, ведь мальчик ему ответил, что повременит с продажей до тех пор, пока на рынке не начнется изменение цен. В общем, сложно было поверить, что можно услышать такое от достаточно молодого гостя передачи. Что касается картины за 2 доллара, то Дэвид предположил, что мальчик купил ее на одной из гаражных распродаж, но он ошибся. Мальчик сказал, что потащил своего отца на одну из местных распродаж был товаров. Мальчик хотел приобрести лишь одну картину по максимально выгодной цене. Он попросил отца подождать, пока не сторгуется, и в итоге парниша приобрел одну картину, которую никто не хотел брать. Стоимость, как вы помните, составила 2 доллара. На картине была изображена сидящая на стуле мать, которая тянулась к ребенку. Дэвид расспросил мальчика, что он думает насчет картины. Юный специалист в области искусства сказал, что думает, что картина выполнена акварелью, но поскольку она хранилась в стеклянной рамке, это было сложно проверить, с чем согласился и сам Дэвид. Также мальчик сказал, что в углу картины была надпись, которую он не смог прочитать, тем не менее. Дэвид не только смог прочитать эту надпись, но и сразу же понять, чьей кисти принадлежало авторство картины. Оказалось, что эту картину нарисовал Альберт Нойхаус, известный голландский художник 19 века. Сперва Дэвид рассказал парню историю жизни художника, а затем спросил, сколько, по его мнению, может стоить эта картина. Немного подумав, мальчик сказал, что цена этой картины составляет примерно 150 долларов. Но когда Дэвид сказал ему, сколько эта картина может стоить на самом деле, мальчик был ошарашен. Оказалось, что эта картина могла стоить от тысячи до полутора тысяч долларов. Неплохое вложение для покупки за два доллара, не так ли? С тех пор купленная на одной из распродаж картина за два доллара стала самым ценным предметом в коллекции юного антиквара и будущего специалиста в области искусства. Вот такая вот пушечная история, пока вы до сих пор отходите от нее. Сейчас будет бонусная часть. Как вы поняли, порой ничем не примечательные вещи могут принадлежать авторству известных людей, и, следовательно, стоит больше денег. Тем не менее, некоторые вещи все-таки слишком переоценивают. В интернете можно найти немало сайтов, на которых покупателям предлагают купить, казалось бы, совершенно обычные или же, напротив, абсурдные вещи за целое состояние. Одним из таких сайтов является интернет-магазин-аукцион eBay. Поэтому в качестве бонусной части мы предлагаем вашему вниманию пять абсурдных вещей с eBay, за которые люди заплатили гигантские деньги. Погнали! Если вы любите тратить деньги на колу, то, возможно, знаете, что коллекционеры со всего мира частенько заходят на eBay, чтобы выторговать на аукционе раритетные закрытые пустые банки из-под этой газировки. Одна из таких банок ушла с молотка за невероятные 11 тысяч долларов. Такая цена обусловлена редкостью пустых банок. Иногда из-за ошибок на заводах по производству колы, конвейеры не наливают напиток в банку, а просто запечатывают тару, которая потом отправляется в тот или иной магазин. В результате есть шанс, что в каком-нибудь уголке мира кто-то сможет купить пустую банку из-под колы, в которой либо будет пара капель газировки, либо вообще будет ничего. Для большинства людей это совершенно ничего не значит, и многие из нас попросту не стали бы тратить на это деньги. Однако коллекционеры и просто странные люди поступают умнее и все-таки покупают пустые банки. Дело в том, что пустая запечатанная банка колы – это невероятная редкость, поэтому на такой банке можно очень неплохо разбогатеть. Пустая закрытая банка колы, которая весит примерно на 400 граммов меньше банки с напитком внутри, может стоить до 20 тысяч долларов. Но что может быть глупее покупки такой банки? Найти пустую запечатанную банку, а затем открыть ее? Из-за чего ее потом будет невозможно продать? Именно это произошло с одной женщиной из Бристоля в Англии. Она купила множество продуктов в одном из супермаркетов, а когда пришла домой, обнаружила, что среди покупок оказалась пустая закрытая банка кока-колы. Она запечатлела на камеру процесс открывания банки и выложила видео в твиттер. Лишь потом она узнала, что уничтожила редчайшую банку, цена которой может доходить до 20 тысяч долларов. Это очень обидно и больно. Ребята, кстати, которые работают на заводах кока-колы, могли бы устроить бизнес и просто запустить и делать пустые банки, потом их продавать. Это уже отдельная тема. Броня для морской свинки Да, вы не ослышались. Когда в следующий раз ваша морская свинка отправится на сражение, ей понадобится защита. Именно эта фраза вертелась в голове Шона Маккоя, продавца из Вирджинии, когда он выставлял на ebay броню для морской свинки. В описании к товару Шон написал, ваша уязвимая морская свинка устала слоняться по дому без защиты. У нас есть решение. Оказалось, что Шон купил шлем для своей морской свинки по кличке Лаки, но не смог найти достаточно маленькую кольчугу, чтобы нарядить своего питомца. Тогда он сам изготовил крохотную кольчугу, которая защищала бы Лаки. К несчастью, Лаки умерла, в связи с чем Шону пришлось выставить комплект на интернет-аукцион ebay. Защищенный комплект для морской свинки, включающий в себя кольчугу и металлический шлем, был продан с молотка за целых 24 тысячи долларов. Примечательно, что уже вскоре новый покупатель вновь выставил броню на продажу. Правда, цена на этот раз составила всего 1150 долларов. Все вырученные с продажи деньги покупатель перечислил в фонд помощи спасения морских свинок. И да, такой фонд все-таки походу существует. Стакан, из которого пил Джастин Бибер Вам нравится покупать стаканы, из которых пили знаменитости? Думаю, нет. Но в мире есть несколько человек, который неравнодушно относится к посуде, которую использовали звезды. В 2016 году Джастин Бибер зашел в один из местных пабов в Грастве, Эссекс, в Англии, и заказал стакан молока. За что его, наверное, осмеяли, но сейчас рассказ не об этом. После того, как Бибер покинул заведение, официант мигом взял этот стакан и выставил его на продажу на ebay. Изначальная цена составляла 99 центов. Однако после торгов цена достигла целых 84 тысячи долларов. Официант, который обслуживал Бибер заявил, что не мыл стакан после певца. Он также пообещал пожертвовать 10% от вырученных средств в благотворительный фонд помощи животным в Эссексе. Ну а в комменты напишите, какую самую глупую вещь можно выставить на аукцион и потом продать ее за кучу денег. Будет интересно почитать ваши идеи в комментариях. А также ставьте лайк, если вам было действительно интересно. Подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить все самое термоядерное. Спасибо за просмотр и зацените следующие ролики. Вернее, предыдущие. Субтитры сделал DimaTorzok